Всем привет, мои дорогие! Сегодня мы с вами поговорим о необычной женственности. Вы знаете, когда нам с вами надоедают розы, надоедают ирисы, надоедает жасмин, что у нас ещё может нам надоест? Вот желтоцветочность какая-то, и вы знаете, вот появляется желание нежности. Вот сегодня о таком настроении мы с вами поговорим и об этих парфюмах. И конкретно мы с вами будем говорить, как вы видите, о фрезии и парфюмах с нотой фрезии. У меня сейчас такое настроение очень интересное, у меня за окном такой сильный-сильный ливень, вы знаете, какой-то даже практически ураганный ливень, дождь, но при этом очень тепло. Такое странное сочетание, и вот, наверное, какая-то такая, создаётся какое-то настроение тропического чего-то, и фрезии, они, в принципе, произрастают. Для меня, во всяком случае, фрезия, это, знаете, какое-то такое что-то также более из тёплых стран, да, и я ассоциирую всегда фрезию с чем-то тропическим, как, в принципе, Чампуку. Вы знаете, да, что я люблю Чампуку? Для меня аромат фрезии, он очень наполненный белым светом, хотя сорта фрезии бывают разные, она произрастает на, прежде всего, на юге Африки, Южной Африки. Ну, что я хотела бы вам отметить? Он настолько свежий, чистый, аромат, вы знаете, какой-то нежности, да, он при этом очень нежный. И как для меня благоухает фрезия? Она, вы знаете, как благоухает? По своей пронзительности, звонкости, она меня относит, наверное, к аромату ландыша. Вот ландыш мне никогда не надоедает. Я не могу сказать, что мне его хочется постоянно использовать, но это всегда праздник, да, это праздник души. Вы знаете, да, как сильно я люблю ландыша, вы знаете моё вот это сильное такое увлечение ландышевыми парфюмами. И вот, наверное, ближе всего к ландышам по своему такому очень молодому, нежному, чистому, белому звучанию, при этом наполненному жизненной энергией, какой-то подвижностью и много при этом природности и зелени, вот именно фрезию я могу отнести ближе всего к ландышу, к аромату ландыша. И вот я сегодня представила 4 аромата, нашла у себя, какие я могла бы я вам посоветовать, если вы хотите узнать, да, аромат фрезия. И я, знаете, что когда выбирала вот для этого видео цветы, я заметила, что фрезия вот именно у меня, вы знаете, она такая начинает, какая-то становится желтоватая, но когда я её покупала, она была практически белой, не знаю из-за чего, наверное, может быть, желтеет. И есть сиреневые оттенки, какие-то голубые, даже какие-то сиреневатые, розовые, и они, кстати, благоухают совершенно по-другому. Вот для меня, например, такой вот классический, да, классический аромат фрезии, это именно белые соцветия, да, вот именно белую покупайте фрезию. Хотя, например, розовая, помню, у меня была пару лет назад, она как-то, вы знаете, так благоухает более перечная, у неё ещё более перечный аспект. И хочу вам сразу сказать, фрезия отличается своей перечностью. И вот в парфюме Диптик о фрезия эта перечность ощущается наравне со свежестью, такой белоцветочностью именно фрезии. Как-то вы видите, сейчас у меня получилось не быстро перейти к парфюмам, но это, вы знаете, из-за чего, потому что я хотела вам преподнести настроение, какое дарит именно вот парфюм из ноты фрезии. Я эти цветы открыла для себя не так давно и была поражена красоте их звучания. Вот так сильно, да, как меня успокаивают именно фрезии и создают ощущение чистоты. Практически, наверное, вот может быть, я не знаю, может быть, альдегидный аромат так ещё могут действовать на меня. Но вот ощущение, ну, в альдегидах в них нет ощущения такой вот именно, именно, может быть, девичества или молодости, а здесь есть фрезия. И парфюм о фрезия, мне он очень нравится. Здесь парфюмер Оливия Джакобетти, он создан в 1999 году. Диптик, как вы уже видите, да, по флакончику. Это, по-моему, даже, по-моему, это единственный даже флакон, какой у меня есть из диптик. Здесь заявлены только фрезия, чёрный перец и тревесные ноты. Но вот когда мне хочется освежиться и при этом почувствовать какие-то бабочки в животе, мне всегда помогает этот парфюм. Вот так почувствовать это ощущение зелени, порхания, перечности. Здесь есть перечность, действительно заявлен чёрный перец. И вообще я для себя также, мои дорогие, сделала в последнее время открытие, что мне нравится чёрный перец, как он звучит в парфюмах в сочетании с цветочными нотами. Очень интересное такое нетривиальное звучание получается. Никогда раньше бы не подумала, да, то есть я не была такой, знаете, прям вот пряной, да, девушкой, которая любит специи, специи и парфюмы, но вот сейчас мне нравятся они. Цветочно-зелёный для меня этот аромат. Этот аромат в одном ключе, может быть, по зелёной цветочности с Ти Ольдерсей, которым, автором которого также является Оливи Джакабетти, также с Анпасан Фредерик Май. Сиреневый, да, чудесный аромат о свежести. Вот я могу отнести всё это в ту категорию. Могла бы, вы знаете, как-то притянуть сюда тюльпан Байрейда, но в нём больше всё равно какая-то есть городской какой-то стиль чувствуется, да, в тюльпане. Вот в нём не ощущается природность. В этом же парфюме в нём больше природности, которую я вам назвала до этого. И Фредерик Май, да, Анпасан, и Тьёль, конечно же, Тьёль. Так что, мои дорогие, вот он очень приятно, да, зелёно-цветочный аромат. Какой-то, вот для меня, например, у Фрези это 100% так пахнет, пахнут вот эти цветочки. В них, ну, когда я сейчас вдыхаю аромат Фрези, вот вы знаете, в них есть такой оттенок именно перечности. Они пахнут даже такое интересное сочетание свежесть со специвостью, да, с перечностью даже. Вот не подумайте, потому что специвость, она может быть из-за мускатного ореха, из-за гвоздики. Нет, здесь всё же именно чёрного перца, да, такая перчинка приятная, но не раздражающая, не свербящая. Чудеснейший аромат, да, сочетание свежести, такой подвижности. Второй аромат, который относит меня к Фрези, к которому я вам советовала присмотреться, это именно Фрези, Санта-Мария-Новелла, это просто какая-то ароматерапия для меня. Он реально как ароматерапия. У меня вообще вот интерьер в комнате всё белого цвета, всё светлых оттенков. Люблю очень всё светлое. И вот этот парфюм, это, вы знаете, как отображение белого цвета. То есть, если вот в этом парфюме, у Фрези, в нём больше природности, да, и какое-то ощущение зелёных листиков даже, наравне с белоцветочностью и пелечностью, да, чёрного перца, вот этой специвостью именно чёрного перца. Горячительное что-то в нём есть слегка, но именно с подачи больше с холодной стороны, да, то есть он горячит, но при этом звучит холодно. А здесь это больше, больше добавлено здесь розы, здесь майская роза добавлена, фиалка, ирис, мускус. Сейчас я ещё смотрела такое интересное, было, знаете, такое интересное название, ноты. Лизихетон, лизихетон, по фотографии, это вот растение, оно похоже на кал, да, на кала. Может быть, что-то такое, в принципе, не очень часто я встречала такое, да, название. Когда-то где-то мне в литературе встречалась, ну, может быть, наверное, это первый парфюм вот с этой нотой. Так интересно, да, вот, вы, вы, кстати, знакомы с этим растением? Встречались вы с ним или нет? Сейчас мы посмотрим, да, лизихетон, фиалочка, ирис, и розочка, и фрезия. Ну, это просто милаш, вот бывают такие милашки. В этом парфюме в нём побольше характера, да, в нём побольше подвижности, в нём больше воздуха, природности, как и всегда, да, бывают именно в цветочно-зелёных парфюмах. Это же парфюм для меня больше цветочный, может быть, даже с уклоном в мускусность. Ну, мускус очень свежий, чистый, такой вот, не животный, нет никакой анималистичности, нет синтетичности, синтетического мускуса, да, вот, который, хотя я думаю, по-любому он здесь должен быть синтетический, но я именно имею в виду само звучание, как мускус звучит, в нём нет яркости, да, вот парфюмов, например, Теренци, да, всем нам известно, которые, они более яркие, да, заявляющие о себе. Здесь нет мускусности, именно такая убаюкивающая, бело-цветочная, какая-то спокойная, белого цвета, да, мускусность, как пушистый котёнок, белый, с белыми лапками, да, белый пушистый котёнок, который ластится к вам. Вот он такой очень ласковый этот парфюм, очень свежий, ласковый, наполненный солнечным светом. И самое интересное, вы заметили, да, я вам когда сказала, что здесь добавлен ирис, и, кстати, вот именно Фрези, она относится к какой-то подгруппе именно ирисовых, да, что-то я такое там читала, ну, кому интересно, посмотрите, мы с вами, в принципе, не о ботанике говорим, но именно что-то, у него есть связь с ирисовыми парфюмами. Вы знаете, как я его обожаю, да, ирисы и ирисовые парфюмы, видите, какая интересная взаимосвязь, так что всё не просто так. И когда я, помню, его приобрела, вот этот парфюм Фрези, да, вот здесь цветочный, он такой очень чистый, мне просто неимоверно, мои дорогие, не удалось, понимаете, просто вот не удалось, мне неимоверно его захотелось, во-первых, сразу, да, вот, знаете, когда бывают такие ситуации, когда вам парфюм просто хочется сразу приобрести, и я подумала, что если я уйду без него, у меня вот это ощущение комфорта, такой какой-то убаюкности, ласковости, как будто у меня это куда-то пропадёт и чистоты. То есть если бланш Байрейд, это чистый, такой звонкий, вычищенный, да, аромат именно города, то вот этот парфюм, он, 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 он называется так, Фрези, здесь, кстати, всегда название, в Санта-Мария-Новелла, вот с задней стороны флакончика, здесь он просто о сказке, да, вот бывают сказочные ароматы, которые нам позволяют просто вот выключить время на какой-то период времени, остановить время и просто немножечко помечтать, немножечко отдохнуть. Это чудесный аромат именно для отдыха. На улице также мне в нём комфортно, просто его обожаю. Здесь в нём поменьше перечности, да, вот, которые есть, а во Фрези поменьше такой именно цветочности, потому что всё-таки фиалочка есть, она слегка такой пудровость даёт, приятную, причём очень пудровость. Ирис прохладу, такой какой-то он делает его прохладным, этот аромат. И всё это, вы знаете, вот возлегает, да, ирис, фиалка, фрези, очень много здесь фрези, и всё это возлегает. Вот для меня здесь фрези, я её угадываю, она, конечно, не так натуралистично звучит, как вот сама вот эта фрези. Когда я сейчас сравню, вы знаете, когда я его приобрела, мне казалось, что он просто звучит стопроцентно, как вот эта фрези, потому что у меня был букетик, потом было опять много занятости, и всё, фрези я уже не могла нигде найти в магазинах, и мне так захотелось, фрези, мои дорогие, и я решила, вы знаете, вот именно этот флакон приобрести, потому что я скучала по этому букетику своему. И я, когда его вдохнула, я подумала, да, вот этот, это мой букет. Вот сейчас, когда я сравниваю, я понимаю, что у фрези она звучит приближнее к этому парфюму, к аромату фрези, который вот исходит отсюда, от моих жёлтых соцветий. Ещё два парфюма, мои дорогие, в которых фрези заявлено просто наравне с другими цветочными парфюмами, давайте вот любимец многих, и многих, и немногих, это Амуаша Reflection. Обожаю его, он звучит, ну просто очень, мои дорогие, очень соблазнительно. Да, он, по-моему, он заявлен как цветочный парфюмер, есть Морис Руссель. Если Морис Руссель, это всегда будет какая-то или открытая, или скрытая соблазнительность, чувственность. У Морис Руссель, у него всегда очень чувственные ароматы, да, получаются. И здесь фрези, она заявлена, мои дорогие, наравне с водной фиалкой. Вот эта водная фиалка, она даёт неимоверное ощущение свежести, такой слегка, да, водянистой свежести, но это мы с вами там не Иден Кошарель, да, не фигмент женский, да, Амуаш, а именно такая лёгкая, приятная свежесть, слегка огуречная, да, кому-то он напоминает яблочко, по-моему, да, что он только не напоминал кому. Вот, но в этом парфюме всегда ощущается какой-то флирт. Зелёные ноты заявлены, даже я сейчас посмотрю, что у нас в Reflection, я точно знаю, что зелёные ноты. Так, у нас Reflection. Фрезия водяная фиалка, магнолия, жасмин, кедр сандаламбра. И он, в нём есть сладость, мои дорогие, вот в Reflection есть сладость, и эта сладость, я думаю, она вот такая именно амброво-сандаловая какая-то, может быть, сандал здесь так классно звучит. Но в нём, кстати, также я ощущаю фрезию наравне с вот этой водяной фиалкой. Почему я водяную фиалку хорошо узнаю? У меня есть парфюм Chloe Nussans, вот там такое же ощущение от этой водяной фиалки немоверной чистоты, цветочности, женственности, природности, ощущение, как будто мы находимся около пруда на природе, может быть, где-то кувшинки растут, лилии, лотосы, наверное, лотосы, да, водяная лилия, да, водяную лилию, я имею в виду не белую обычную, а именно водяную лилию. Ощущение, может быть, испарения от воды у этого пруда, какие-то, может быть, звук, да, вот от сверчков, какие-то цикады, вы знаете, какой-то такой вот очень он природный, вот для меня так же он очень природный из многих, ну, в принципе, фигмент у него есть такая привязка к природности, но вот этот он, вы знаете, он, наверное, полегче, более многим доступен, фигмент там женский, да, там надо любить именно гордению, да, вот именно гордению, именно с ее грибными проявлениями, а в этом рефлекшене в нем больше наверное вседоступности, я думаю, вот если кто-то пытается приблизиться к парфюмам Амуаж, можно, в принципе, даже и кто-то, кто любит свежий аромат цветочин, наверное, может даже с рефлекшен начинать, потому что у меня очень часто спрашивают, вот какой парфюм вы посоветуете, мне кажется, с рефлекшеном можно начать, и давайте еще с вами обсудим, и, кстати, вот на этот парфюм, мои дорогие, на рефлекшен, на него очень часто делают комплименты, ну просто очень часто, он очень нравится, так, и у нас еще с вами, подождите, давайте вот этот парфюм посмотрим, это Beige, Beige Chanel, парфюм 2008 года, в туалетной воде он был издан, да, у меня это конкретно версия Eau de Parfum, Jacques Polch парфюмер, а что я вам могу сказать об этом парфюме, здесь фрезия, она заявлена наравне с франжепани, медом и боярышником, здесь все-таки все равно, вот, наверное, меньше всего, да, фрезию я ощущаю, на первый взгляд, но это только на первый взгляд, потому что все-таки франжепани и медовость, да, такая медовая, какая-то нектарность цветка, он выходит на первый план в беж, ой, какой мед, 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 как будто нектар какой-то сочится из цветов тропических, вот такой беж, но при этом нет буйности, он какой-то очень такой спокойный, скорее всего, даже европейского плана парфюм не тропический, да, не тайский, но в нем иногда, понимаете, вот в этом звучании, я очень хорошо это знаю, в парфюме, одно время также я уходила в запой с ним, и вы знаете, в этом парфюме в нем чувствуется очень сильно иногда проявление вот таких свежих ноток, и я думаю, вот эту свежесть, я просто думала, что это может быть боярышник, может быть, это именно, кстати, боярышник, он терпкость придает парфюму, даже горчинку иногда, может быть, именно боярышник наравне с фрезией и создает такой эффект свежести в беже при всей этой медовости, да, и тропическости, наверное, франжепани, появляются такие вспышки, приятные свежести, потому что я люблю свежие парфюмы, цветочные люблю, для меня он просто очень нектарный аромат, чтобы быть просто ароматом, да, только у фрези, ему все-таки не хватает белого цвета, потому что он для меня более желтоцветочный, и для беж, в беж все-таки в нем больше сладости, вот сам аромат фрезии, он все же не о сладости, то есть вот эта медовость, она уводит от фрезии, ну вот, мои дорогие, я считаю, что фрезия, да, нам с вами очень повезло, да, что мы, как бы выбирая один цветок, какой нам нравится, и находя парфюмы, в которых есть нота, да, этого цветка, или этого аромата, мы с вами можем на протяжении всего времени года сохранять какой-то ботанический сад, да, вокруг нас, и ощущение, может быть, лета, цветения, да, цветов, порхания бабочек, это очень классно, потому что, вот, как я вам сказала, давайте я вам подведем итоги, фрезия, она создает такое очень свежее, молодое звучание, но при этом спокойное и очень ласковое, вот при всей, да, перечности, можно подумать, вот что-то, да, какой-то, наоборот, больше активности, движения, ну, нет, мои дорогие, вот он действует очень как-то ласково на нашу с вами душу, наверное, да, какое-то такое у него действие, очень ласковое у аромата фрезии, при всей его свежести, например, я не могу сказать, что ландыш так ласково действует, ландыш, он все равно, все-таки в нем больше есть слегка даже коварство, да, при всей наивности, он такая наивность, у ландыша она скрыта, а фрезия, что-то особое, вот я сейчас его так полюбил, очень аромат этой фрезии, да, поэтому, если вы что-то еще узнаете, какие-то ароматы с фрезией, пишите мне, буду вам благодарна. На сегодня все, желаю вам всего самого хорошего и до скорых встреч!